здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал древний язык империи значит на просторах интернета попалась мне вот такая вот интересная книга называется словарь древнего славянского языка составленный по астромирову евангелию миклошичу востокову бередникову кочетову издание суворина санкт-петербург 1899 год значит что я вам хочу по этому поводу сказать я вам в этом словаре сейчас покажу что огромное количество слов из этого словаря имеет хождение на западе французском языке немецком и английском значит мой коллега и соратник дима димов очень интересный ролик сделал где он показал как эти слова вот он их разложил и как они происходят от русского языка он показывает смотрите его на и ролики очень интересно все он разбирает французский немецкий там там на английском по моему шпрехает ну короче смотрите так вы наверно скажете да не это не может быть потому что это наоборот оттуда пришли в русский язык эти самые слова из-за границы давайте ребята я вам покажу что на эту тему думает интересный исследователь егор классен вот так вот его книга называется егор классен новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяна русов до рюриковского времени в особенности с легким очерком истории русов до рождества христова давайте значит сначала посмотрим кто это такой егор классен открываем вот так вот википедию и читаем егор иванович классен преподаватель автор научно-образовательных книг и учебных пособий по архитектуре механику садоводстве рисований литератор немец по происхождению российский подданный 1836 года известен как автор любительских гипотез о славянской истории и письменности приписывал славянам связь с рядом древнейших культур и систем письма в частности этрусков так давайте кое-что вам тут прочитаю значит видите да то есть есть немцы которые написали этот шлёцер миллер и байер которые написали нам такую замечательную историю где мы лоптем щи хлебали давайте значит теперь посмотрим что он думает о этих самых шлёцерах миллер и байерах классен является автором очерка новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-русов до рождества христова и автором единственного перевода на русский язык труда польского филолога любителя тадеуша валанского описание памятников объясняющих славяно-русскую историю который был выпущен с примечаниями классена в качестве приложения к новым материалам в них он излагает теорию существования дохристианской славянской письменности славянских рун при этом славянским рунам классен относит ряд древних письменностей в частности этрусский алфавит классен отожислял со славянами скифов и сарматов прославляя их вклад в мировую культуру тем самым он пытался доказать что славяны славяне обрели свою государственность не позднее чем финикийцы греки и римляне вот значит что он пишет между тем история древнейшей славянской руси так богата фактами что везде находятся ее следы вплетшиеся в быт всех народов европейских при при строгом разборе которых русь сама собой выдвинется вперед и покажет все покажет все разветвления этого миличайшего в мире племени также он отрицательно отзывался о российско-германских историках норманистов таких как готлих байер август шлёцер герхард миллер и других в частности в тех же новых материалах он назвал их недобросовестными историк археолог аа формозов относит псевдонаучные сочинения классена к написанных с позиции обоснования предвзятых идей в данном случае о величии и древности своего народа то есть понимаете немец по происхождению класс n в данном случае о величии и древности своего народа понимаете но какой-то формозов вот такой вот сейчас покажут нам этого самого формозова так ладно не хочет показывать некий егор класс n садовник по специальности провозгласил тогда что славяноросы как народ ранее римлян и греков образованный оставили по себе во всех частях старого света множество памятников это русские надписи и развалины трое даже или аду написал не какой-то там гомер а наш русский певец боян вот так вот формозов значит взял и садовника по специальности почему-то это самый формозов забыл упомянуть что он автор научно-образовательных книг и учебных пособий об архитектуре механики садоводстве рисовании и других понятно да кто такой формозов значит я сейчас вам покажу в этой самой в словаре в этом что означает слово блядство и вы увидите что с одной стороны блять это так которая продает свое тело а с другой стороны слова бледун это пустомеля вот такие вот формозовые историки это и есть ребята бледуны вот познакомьтесь этот человек давайте теперь посмотрим значит это что пишет нам класс n открываем эту замечательную книгу и читаем вот тут зубрицкий история червоной руси многие писатели многие писали историю россии но как она несовершенно сколько событий необъясненных сколько упущенных сколько искаженных большую частью один списывал у другого никто не хотел рыться в источниках потому что изыскание сопряжено с большой утратой времени и трудом переписчики старались только о том чтобы блеснуть витиеватостью смелостью лжи и даже дерзностью клеветы на своих праотцов вот так вот написал зубрицкий так давайте что нам говорит классы может быть наши русские шлицерианцы не разбирая сущности дела по одному пристрастию вступятся за своего кумира в чем нет даже никакого сомнения но чтобы наперед уже охладить жар этой партии выводивший огромнейшее племя русов занимавшие собой половину европы из крошечного племячика скандинавского выразимся сравнительно натягивавших басовую струну чтобы извлечь из нее тон квинты для охлаждения жара этих партизанов напомнив напомним им ребята он не зла не зря назвал их партизанам напомним им что шлёцер этот по их мнению великий критик и филолог производил славянское слово дева от германская тифе сука одного такого производства достаточно чтобы понять шлёцера без дальнейших исследований его доводов чтобы уничтожить апофеозу воссозданную ему ослепленными его поклонниками но чтобы доказать грубое лжеучение шлицерианцев что будто россия развила свои силы от влияния на нее скандинавов и что и самое имя свое она получила от них же мы представляем здесь материалы для русской истории которых для не тлит и вот что он пишет греки и римляне давали многим славянским племенам свои произвольно составленные прозвища относя их то к местности то к наружности то к суровости в войнах то к образу их жизни но кое-где в их сказаниях проявляются и настоящие имена тех племен от этого толпится в древней истории более полусотни имен лишних ничего особо не означающих которые должны быть наперед уничтожены если мы хотим прояснить сколько нибудь этот хаос и отделить от него резкою чертою славянское племя которое станет тогда свое место непринужденно ненасильственно не по приговору своей воли и красноречия а в однознаменательности и сродству обстоятельств так где же он тут пишет сейчас я вам не станем много говорит о тех которые ставили себе в обязанности унижать все то что относится до славян в особенности же до русов к этим недобросовестным лицам принадлежат байер мюллер шлёцер гебгарди пород галлинг георгий и целая фаланга их последователей они все русское характеристическое уж усвоили своему племени и даже покушались отнять у славяно-русов не только их славу величие могущество богатство промышленность торговлю и все до добрые качества сердца но даже и их племенное имя имя русов известная историй как славянская не только всем племенам азийским но и израилитянам со времени предшествия их в обетованную землю и у них русы стоят во главе не только римлян римлян но и древних греков каких прародители ребята так сейчас еще кое-чего вам зачитаю так 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 да что ж такое не найду то блин вот не станем много говорить о тех которые ставили себе это уже прочитать прочитал секундочку так вот действительно славяно-русы как народ ранее римлян и греков образованный оставили по себе во всех частях старого света множество памятников свидетельствующих об их там пребывании и о древнейшей их письменности искусствах и просвещение памятники требуют навсегда неоспоримыми доказательствами прибудут они говорят нам о действиях наших предков на языке нам родном составляющим прототип всех славянских наречий сливающихся в нем как в общем своем источнике вот так вот значит писал егор классы очень рекомендую вам прочитать вот эту книгу где он доказывает на примере письменности городов сел рек все он тут собрал все все говорит о том что славяне проживали во всей европе и не дикие были а были посольства они имели свою письменность они имели свои ой своих имели звездочетов науку имели ну короче читайте ребята сейчас я не хочу останавливаться на этой книге я вам оставлю ссылку можете сами прочитать вот здесь есть промышленность славян торговля славян очень хорошо образование славян и их нравственность читайте все это взято из источников древних везде есть указания понимаете но только они все спрятаны когда это все было вот эта книга 1899 года я так думаю что после жидовского переворота 1917 года и было по-новому вот эта вся история переписана так ну ладно давайте теперь вернемся с вами к словарю вот значит словарь поехали тоже не буду чтобы ролик не затягивать не буду я много вам читать я просто вам некоторые слова покажу их тут огромное количество найдете которые имеют хождение на западе франция англия и германия чуть-чуть зачитаю так сейчас предисловие вот тут вот поехали а первая бука в древнерусской азбике в древнем счисление а означает единицу а со знаком вот таким вот тысячу поставленная внутри кружка а означало в старину тьму или десять тысяч окруженная точками а сто тысяч так поехали адамант адамант абрамантов алмазный адама алмаз драгоценный камень адамантский алмазный твердый непоколебимый алмазный алмаз адамант то есть помните про самаху фильм они даже не заморачивались они этот металл из которого у него эти когти так и назвали адамант вот что нам тут пишут про этот самый адамант адамант и его производные слова адамантий адамантин адамантит вымышленное вещество обладающий абсолютной прочностью понятно да вот тут есть далее значение слова адамант адаманта как будто бы взято из греческого адамас видите да на самом деле взято это со старославянского так поехали дальше так алкотель чувствовать голод алчущий сильно желающий алкательница женская имеющие сильное желание что такое алкотель давайте посмотрим алкотель произносится алкотель ранее французская компания один из лидеров мирового рынка телекоммуникационного оборудования штаб-квартира находилась в париже поехали дальше так арий арис название планеты марс арей арис то есть видите да арии но чё тут еще интересная ребята читаем дальше ариιο пар Napaditsky operatic егэп актип aggi ский арио паркид ариа паркида арио паркид ариа паркид ариопаг арио парк холм ариа против акрополиса верховное судилище в афинов арифа арефа царь аравийский Арнане. Последователи Ария или Ариане. Арнане. Ариг. Высилищно. Арижный. И А это за Я. Ярижный. От Арнг. Арны. Ари. Ереси Арх. Далее. Аримадн. Аримадни. Знатные арабы. Арматна. Знать у арабов. Ну. Короче. Можете сами. Все это дело посмотреть. Чтобы ролик не затягивать. Слов очень много. Читайте. Ищите. Кому интересно. Может кто-то что-нибудь интересное найдет. На что я не смог обратить внимание. Или не успел вам сказать. Читайте. Давайте я вам. По-быстрому. В заключение. Прочитаю. Про слово. Блять. Так. Еще одно слово. Интересное. Ребята. Бесаурманин. Бесаурменин. Мусульманин. Поехали дальше. Так. Вот ребята. Нашел. Блядение. Пустословие. Болтовня. Блядоволюбив. Пустомеля. Враль. Бляд. Блядив. Блуждающий. Блядинсти. Ох. Ёмое. Домразрата. Блядит. Заблуждаться. Любодействовать. Уклоняться. Идолопоклонство. Бляднев. Бляднив. Пустословный. Лживый. Бляд. Блядливец. Блядвили. Ух. Ёмое. Пустомеля. Суеслов. Блядовать. Блядую. Молодь вздор. Блядоперния. Ох. Мать. Перемать. Так. Блядословить. Пустословить. Блядословие. Пустословие. Блядословать. Молодь вздор. Блядослов. Так что ребята. Ребята. Вот этого вот. Сейчас. 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 Где он? Подождите. Ребята. Вот таких вот историков. Где он? Мать его. Сейчас я вам его найду. О! Где этот Формозов? Вот это ребята и есть блядослов. И я хочу. Чтобы вы тех историков. Которые обсирают нашу родину. Приписывают какие-то там. Кому настолько не приписывают. Чтоб вы их называли не историки. А блядословы. Чтоб все это знали ребята. И блядь это никакое не ругательство. А просто вещи называются своими именами. Посмотрите сколько здесь слов с первыми словами блядь. Ну просто я вот сейчас вот вам посчитаю специально. Так. Откуда вот блядь начинается. Пустословие болтовня. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Блядь. Ложь. Шестнадцать. Блядь. Обманщик. То есть. К нашим историкам это все подходит. Так. Сколько я там? Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Блядина. Вздорно. Блядин. пустословный, бледина блудудеяние блядство пустословие блядствовать ох ё-моё ты посмотрите, ребята, это просто огромно блядно распутно, блядин распутный 30, наверное, слов да, наверное, больше штук 40, вот посмотрите докуда этого идёт блядота, сводничество блудадение блядь, блуд, распутство блядитство распутство блядство, распутство посмотрите огромное количество видите, сколько слов так что спасибо за внимание читайте на здоровье обязательно прочтите вот эту книгу Классена Егор Классен классно он здесь приводит все собрал он везде надписи в каких городах собрал всё археологию как схожи постройки название городов имён, ребята всё-всё-всё собрал замечательный труд обязательно прочитайте вот это Егор Классен так, сейчас подождите как там она называется новые материалы для древнейшей истории славян вообще и славяно-русов читайте на здоровье это лучшее то, что нам преподают в школе нашим детям это блядство натуральным образом ребята это бляди пишут такую херню читайте на здоровье читайте вот этот вот словарь ищите интересные слова знайте настоящий древнейший язык империи спасибо за внимание до свидания подписывайтесь на канал если вам не хотел defense поб Bismillah пока под бет зак